в первую очередь к сожалению вот книги у меня нет не написал еще чтобы подарить за лучший вопрос но мне очень понравился вопрос наелись ли мы уже да если присыщение социальными сетями думаю что нет но многое достало и осточертела то есть если мы берем реальный какой-нибудь страницу фейсбуке неважно в чем мы уже привычным взглядом не видим ни рекламу которая идет на страницу ничего может быть как по привычке собачки полу здесь у нас там ссылка на открытка ru нажимаем посмотреть что это за открыткой не вспомним никогда кто продвигается через эту открытку шума действительно много рекламного помним ли мы кто наши друзья знаете ли вы всех друзей даже если знаете встречались ли вы с ними за последний год то есть у меня даже была такая креативная идея создать социальную сеть это в плане фантастики до больше оффлайновую где ключи можно друзьям передавать только в оффлайне и подсоединять реально только людей причем в ограниченном количестве ключи реальный ключ к замку до чтобы можно было вместе общаться и доходит до абсурда да то есть я не знаю насколько вам здесь видно этот последний примеры которые я видел буквально прошлой неделе люди просят отозвать лайки чтобы поменять например название своего аккаунта анатолий добрый вечер вам покажется просьба глупой но все же снимите пожалуйста лайк с этой страницы дальше ссылка нам название нельзя поменять если больше 200 200 лайков важно там прелестная дискуссия вокруг этого вопрос в том что для людей эти лайки становятся самоцелью да вот они сидят на этих лайках как кощей до над златом чахну зачем им эти лайки что они с помощью этих лайков собираются делать никто не понимает другой прекрасный пример это прям с моей стены юноша поздравляет девушку с днем рождения он ее поздравляет через робот да то есть у нее настроена напоминалка девушки очень приятно получить поздравление о том что ваш день рождения включен в перечень моих напоминаний вот вам поздравление все душевно кто они друзья друзей в нашей стране можно перевернуть с ног наглую любое начинание сегодня я слышал о том что все сотрудники должны иметь свои аккаунты и так далее это общественная палата города сергиев посад чем она занимается я честно говоря не знаю просто там тоже у меня была где-то среди моих друзей и посмотрите на список их друзей там вот где-то внизу затерялся один живой человек все остальное там удмуртские библиотеки там казанские народные суды и так далее потому что им дали разнаряд у меня матушка директор выставочного зала государства их приходит и проверяют сколько у них друзей сколько друзей приросло это фейсбук но не неважно нет фейсбук и там неважно их проверяют по формальному принципу поэтому кто эти друзья как оценить вообще вот любое ваше сообщение которое вы пытаетесь разместить через оплаченную компанию неоплаченную компанию да может быть здесь слишком смело написано о том что выход есть дачи через рекомендацию я с удивлением узнал что это может быть лид я в первый раз услышал честно просто я не совсем узко направленный специалист в этой области занимаюсь у нас в компании у нас достаточно специфические задачи что есть на сегодняшний день чем я не могу не согласиться да вот здесь высказывание сибранта по поводу того что да до сих пор все равно любое seo любой первый контакт проще провести через поисковик например через какие-то на сегодняшний день классические инструменты но дальше если подумать то вот это вот прибавление каких-то клиентов каких-то посетителей она действительно реально возможно через социальные сети да через какие-то мотивационные штуки это могут быть даже бесплатные вещи абсолютно которые вы можете использовать на сегодняшний день почему многих это не работает здесь в принципе изложены какие-то мои соображения по этому поводу их может быть гораздо больше конечно когда вы пытаетесь стандартными рекламными инструментами проникнуть в личное пространство то получаете отпор да потому что кому интересно да ну вы меня заинтересуйте вы пытаетесь заинтересовать а у них у клиента отсрочная выгода да вы не можете ему сразу там что-то предложить например либо ваше решение ему не интересное и так далее там подобное здесь в общем можно углубляться конечно и очень большая проблема мы потом увидим прямо на конкретном примере короткая жизнь сообщения то есть если это реально популярный например блок реально популярный аккаунт это сообщение сразу прокручивается то есть twitter во многом например может не сработать мне кажется на чем можно ловить людей до да естественно на каких-то вещах таких как признание да все люди там особенно мальчики может быть любят помериться да вот пожалуйста пример тоже свежий linkedin ловит людей на чем на том что почти все там пользователи linkedin и получили сообщение о том что ваш аккаунт вошел в первые 10 процентов наиболее посещаемых страниц и предложение разместите ссылку на это в других социальных сетях о том что я крут я крут я у меня вся стена вот в этих сообщениях о том что они все крутые в linkedin бонусы какие-то если у вас есть что предложить люди идут за общением да ли идет за помощью то есть уже сегодня был пример например служба поддержки отлично работает если правильно организовать люди до любят картинки картинки причем может быть оригинальные какие-то из оффлайна вот пример продвижения там креативного агентства в америке которая сделала в оффлайне какую-то постановку до которая дальше создала уже вирус все рекомендуют все пытаются там эту картинку кому-то показать да посмеяться это может быть видео наверное есть хорошая перспектива у того же война мы как более серьезная компания там используем youtube например где можно более длинные какие-то сообщения и поиграть конечно поиграть тот же for square то что все сейчас говорят гомификации да люди любят поиграть там и друг с другом и в каких-то опросах поучаствовать и онлайн игры здесь можно очень много говорить либо буквально неделю назад я прочитал на техкранче 10 вещей которые помогут там вам стать богатым если осуществляться почти все вещи такие из области близкой фантастики но одна вещь уже переходит из раздела фантастики в нашу повседневную жизнь cloud это система оценки вашего и социальной сети с точки зрения вашей репутации кто вы то есть влиятельное лицо либо последователь какой-то там не знаю копипастер там и так далее и оказывается что вы все у кого есть социальные сети в принципе обладать даже капиталом не удивлюсь если завтра у вас в ломбардах будут принимать ваши аккаунты до для того чтобы там бутылку пива полую до завтра перехватить почему нет вот например ситуация которая описана там же да вот здесь изображен до вас и поставил поставщик двора знак если вася пошел купил семечки за 50 рублей соседнем ларьке это все равно остались семечки который покупает вася если их пошла купила королева английская всю этот производитель если об этом написано в сети уже становится поставщиком двора то есть многократно возрастает и стоимость этого сообщения стоимость продукта там всего чего угодно вознаграждение может быть простое да то есть здесь есть несколько примеров о том как это реализовано есть система там по и твит где можно нажать на твит вот они предлагают просто за размещение поста бесплатно книгу прислать про себя можно опять-таки замерить стоимость своего поста примерно как в клауте и потом это в дальнейшем использовать на различных площадках это сейчас уже много где реализовано наверное самый популярный ресурс сейчас в америке это панчта потому них уже более 200 тысяч микро рекламных компаний прошло почти 3 миллиона человека не охватить можно просто заинтересовать на чем-то да я не уверен что там с господином сергеем белоусом пообедать это очень большой фан да но вот новый сервис который принадлежит его инвестиционному фонду совсем недавно можете кстати поучаствовать до сих пор по моему до 19 февраля можно разместить сообщение об этом сервисе и дальше потом выиграть обед сергеем белоусовым попытаться ему что-нибудь продать работает не знаю но это вот те действительно моменты которые можно использовать здесь пример российского проекта например купикла да вот магазин бабаду просто вот покупаешь и дальше в зависимости от того насколько система просчитывает в зависимости от того насколько популярен ваш аккаунт вам предлагается персональная персональная скидка рассчитанная вот этой системой которая там ну имеет уже какую-то статистику и мало того система анализирует насколько ваш аккаунт будет интересен вот этому магазину отсевает ботов там и так далее тоже долгую очень история отдельная как это все выглядит да то есть вот размещено сообщение это реально конкретный пример питерский магазин в основатели питерские женщина по моему из самары что здесь они нашли действительно покупателя из их целевой аудитории далее ему какую-то скидку все довольны размещено и сообщение все увидели сегодня тоже обсуждалось по поводу того где как работает по поводу одноклассников по поводу twitter twitter посмотрите это опять-таки статистика купиклы она не может претендовать там на какую-то базовую теорию мы просто смотрите порекомендовали в твиттере получили скидку через вот эту систему где twitter никто не перешел просто из-за того что это сообщение очень быстро в ленте прошло вниз и кроме того видимо из-за стиля поведения людей в твиттере то же самое одноклассники потеряли очень сильно потеряли ну мое мнение личное да только из-за того что у одноклассников именно может быть тогда аудитория которая меньше привыкла там на ссылки нажимать а тем более пользоваться вот этими вещами здесь приведен пример опять-таки того же проекта они меня просто любезно предоставили данные о том как осенью когда было хорошо шли автомобильные диски и шины это магазин этих дисков сколько людей порекомендовали сколько людей пришло то есть чистая конвертация пришли купили по рекомендации потому что там система система и разные системы уже сейчас могут это анализировать уже там я не знаю буквально вчера тот же в контакт объявил о том что он начинает для своих крупнейших клиентов делать таргетированную рекламу по их базам дальше очень кратко по инструментам которые я до этого называл вот например пример например служба поддержки blizzard российский пример это просто twitter где онлайн люди спрашивают им отвечают но все это также транслируется в их twitter ленты да то есть это отличный инструмент поднять и популярность и лояльности все что угодно что делаем мы как крупная серьезная компания почти все наши opinion лидеры либо сами ведут свои страницы либо мы им помогаем но люди которые интересны тоже могут действительно хорошо продвигать у нас и для нас очень большая ценность это наши бывшие сотрудники через них мы очень много получаем и комментариев и рекомендации и развития каких-то наших проектов и уже завершая свой рассказ хотел бы сказать что да для любого бизнеса важно создавать собственное сообщество но не может быть может не быть формально сообществом названо да но привлекать каких-то людей да вот этих вот то что называется амбассадоров да их выращивать с ними работать и конечно надо более живо подходить ко всему да то есть мы пришли к тому что на сегодняшний день не боимся да и вот таких вот комментариев да главное чтобы он не перешел в рукопашную выключите первый микрофон там и так далее главное чтобы люди начали комментировать начали говорить о нас и действительно продвигали и наш бренд и продукты спасибо готов ответить на вопросы есть вот на том слайде где алексей показывал статистику переходов по рекомендациям из twitter как я понимаю да это было кейс с покрышками или с дисками да вот следующий нет следующий как раз да не twitter это все а это все да но в общем что я хочу сказать но не знаю может коллеги со мной не согласятся и не знаю как вы считаете алексей а мне кажется что вот такие вот вещи неплохо было бы смотреть в сравнении с конверсии там с под по другим источником привлечения трафика например там контекст там какая-то еще какие-то еще виды онлайн рекламы или согласен единственное что я могу сказать здесь у этих людей нету до других то есть этот инструмент который они продают я знаю насколько знаю они вот пытались сравнить себя с яндекс директом во первых не получилось потому что разные процессы реально а во вторых немножко другая конверсия то есть я бы социальные сети немножко бы все-таки отделил и опять-таки до контекстная реклама но здесь же например вот этой компании проведен проводится работа по контекстному анализу то есть они когда выдают скидку там идет еще контекстный анализ всех профилей профиль друзей и вот купикла как разная но есть несколько проектов там аналогичных просто здесь мне данные были доступны и поэтому они опять-таки могут предлагать контекстную рекламу с точки зрения вот другой пример я кстати не рассказал но вот вы же все знаете о том что яндекс недавно выводил ленинград wonder а вот но как бы вот захлопнулась да потому что все хотят свою грядку охранить но вот это вот как раз на стыке того что может нас ждать в самом ближайшем будущем когда реально и поиск полноценно войдет в социальные сети и все эти вещи проинтегрируются а вот стоимость таких привлечений по рекомендациям какая или очень разная то есть я не могу точно сказать но в среднем например на в америке на панч таби я среднего малого бизнеса в месяц стоит абонемент порядка 100 200 долларов для крупных компаний там да немножко другие деньги тоже купикла работает из расчета одна размещенная рекомендация что-то около 20 рублей то есть там идет по факту оплата в принципе это сравнимые деньги с достаточно несложным продвижением и заведомо меньшие на сегодняшний день чем тот же яндекс директ особенно по дорогим категориям спасибо здравствуйте меня зовут саша у меня такой вопрос а чем вы на самом деле занимаетесь в эрстон янг ну то есть я имею ввиду именно лично вас не подождите подождите я закончу вопрос потому что ну как бы профиль топовых руководителей это ок следить за там тысячи сотрудников которые у вас есть в россии снг которые пишут по-русски в социальных сетях это тоже в целом понятно но это все совершенно сто процентов не стоит как бы я не знаю ну то есть это не так делать как вы показали презентации мне очень интересно просто чем вы занимаетесь на самом деле потому что круг тех тем которые вы затронули в одной презентации он ну скажем так ну я лично не понимаю что вы делаете ну серьезно спасибо я могу рассказать что я делаю я возглавляю наше внутреннее подразделение которое занимается в первую очередь нашим внутренним ресерчем и анализом макроэкономическим плюс эта организация контента любого как внутреннего то есть на нашем интернет портале так и внешнего включая наши дотком и их несколько и включая социальные сети то есть здесь я больше с точки зрения стратегической и по поводу того что это не так делается ну наверное я не знаю у нас там много как что по-разному делается а как это делается саша дадим дадим возможность ему сказать я просто могу сразу сказать о том что да я здесь привел с точки зрения вопроса до самого доклада рекомендации здесь нет например не затронут огромного пласта как мы работаем с теми же нашими и чар социальными сетями нет нашего основного да и основных аккаунтов и обойдены очень многие вопросы но объять необъятное за 10 минут здесь я говорю здесь больше я хотел вам продемонстрировать какое-то ну вот мое нынешнее на сегодняшний момент ощущение того что происходит 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 то что есть какие-то подвижки но есть очень много мусора который мешает и мусора особенно в понимании того как это должно развиваться то есть я за последний месяц например просидел с одним из наших любимых агентств которые разрабатывают для нас стратегию стратегии вообще digital в целом просидел не один час но не могу сказать что это очень увлекательно действительно может быть сможет работать на оперативном уровне глобально да ну вот но здесь какие-то больше моменты которые мне показались интересным алексея правильный вас понимаю что так если чуть-чуть подытожить лучше 10 там 100 насчет ваших верных поклон сказать там фанов да условно говоря чем чем 1000 неизвестно каких лайков все зависит о маленькое сообщество на свое но все зависит от ваших задач да может вы хотите продать какой-нибудь миксер и разбежаться то есть тогда там совсем другие варианты будут у нас например задача достичь в социальных сетях например decision maker в крупных компаний либо людей из правительства абсолютно другая задача то есть понятно окей коллеги еще вопросы если есть сейчас на вас еще раз посмотрю да нет хорошо тогда спасибо алексей спасибо вам подходите если будут вопросы вопросы